В тот же день и в тот же час. В эфире медицинская программа «Здравствуйте». Наше главное богатство – здоровье. Как его не только сохранить, но и приумножить, будем говорить в течение 20 минут. Итак, сегодня вы узнаете. Как обезопасить себя от туберкулеза? Советы эфтезиаторов. Наша традиционная рубрика – это интересно. Прогнать бессонницу рекомендует фитнес-тренер Алена Жук. Ну а начнем мы программу с обзора важных событий, которые произошли в сфере здравоохранения Оренбуржья. Смотрим. В областном центре состоялась научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам эндокринологии. В этом году в ней приняли участие ведущие специалисты из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Оренбургской области. В традиционной встрече медики отметили, что количество пациентов, страдающих эндокринной патологией, постоянно растет. Сегодня только в нашем регионе число больных с сахарным диабетом составляет 62 тысячи и более 100 тысяч человек с патологией щитовидной железы. Собравшиеся обменялись опытом работы, узнали о современных возможностях лечения эндокринных заболеваний. Гематологической службе Оренбургской области исполнилось 50 лет. К юбилейной дате была приурочена конференция врачей, на которую съехались ведущие гематологи страны. В докладах были представлены этапы развития службы в нашем регионе и ее основные достижения. Также медики обсудили новые направления в терапии распространенных и редких заболеваний крови. Особое внимание было уделено современным технологиям диагностики и лечения лейкозов. С октября текущего года в Министерстве здравоохранения региона стартовал новый проект – «Консультативный пост». По видеоконференц-связи специалисты Оренбургской областной больницы консультируют пациентов районных больниц. Каждый день в 10 утра в профильном министерстве начинается видеоконсультация. Пока в ней участвуют 10 межмуниципальных центров и 5 первичных сосудистых отделений, но в ближайшее время этот список расширится. По статистике, каждый год туберкулез уносит жизни свыше полутора миллионов человек в мире. Для нашего региона это заболевание – также острая проблема. Что пугает в этом недуге и почему нередко мы так легкомысленны при соблюдении давно отработанных мер безопасности? Об этом и многом другом мы поговорим с нашими гостями. Но прежде давайте посмотрим видеоматериал, который подготовлен специально к сегодняшнему выпуску. Оренбургская область входит в число регионов, где ситуация по туберкулезу остается напряженной. И хотя медики отмечают, что в последнее время уровень заболеваемости и смертности от этого недуга имеет тенденцию к снижению, угроза для общества все равно остается. Наиболее неблагополучными территориями на сегодня являются города Медногорск и Новотроицк, а также Новоорский, Домбаровский и Осикеевский районы. Главная мера предупреждения туберкулеза – это своевременное профилактическое обследование. Для детей это туберкулинодиагностика и диаскин-тест. Для подростков с 15 лет и взрослых главным методом профилактики туберкулеза является флюорографическое обследование. Оно позволяет обнаружить болезнь на той стадии развития, когда еще нет никаких симптомов. Именно на этом этапе лечение наиболее эффективно. За последние пять лет у нас заметно улучшился технический парк рентгеновской аппаратуры. Сейчас появились, как вы видите здесь на экране, цифровые так называемые технологии рентгенологического исследования, которые и по качеству значительно выше того, что мы раньше имели на рентгеновской пленке. Это раз. И во-вторых, доза облучения в момент снимка в 10 раз меньше. То есть, вы представляете, что было раньше и сейчас практически. Конечно, облучение оно есть, но оно минимальное, никак влияет на здоровье. Специалисты рекомендуют каждому человеку обязательно раз в год проходить флюорографию, чтобы обезопасить себя и своих близких от такого серьезного заболевания, как туберкулез. Итак, сегодня мы будем говорить о туберкулезе и методах его профилактики. А помогут нам в этом главный врач Оренбургского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Чуркин и главный детский фтезиатор Министерства здравоохранения Оренбургской области Татьяна Парфенова. Татьяна Алексеевна, Сергей Александрович, здравствуйте. Приветствуем вас в студии нашей программы. Давайте начнем разговор. Вот, Сергей Александрович, туберкулез – это такая болезнь, которая в 70-х годах была в разряде практически побежденных. Но, тем не менее, сегодня в наше время у нас в Оренбургской области есть вероятность заразиться? Безусловно, риск заболеть присутствует, есть, потому что есть бациллярное ядро, присутствует. Это так называемое количество пациентов, которые страдают активной формой, заразной формой туберкулеза. Поэтому заболеть туберкулезом можно. Татьяна Алексеевна, ну вот, казалось бы, дети и туберкулез – две вещи несовместные. Но я еще допускаю заболевания туберкулезом детского населения из семей социального риска. Но ведь болеют и дети из благополучных семей. Конечно, чаще болеют и более тяжелыми формами туберкулеза, конечно, болеют социально дезадаптированные семьи. Потому что хорошее питание, хорошие условия – это способствует тому, что ребенок, во-первых, может не заболеть. Инфицированный ребенок туберкулезом, потому что у него хорошая защитная сила. А ребенок, у которого плохое питание, естественно, иммунитет нарушается, и он вполне возможно заболевает. Сергей Александрович, я так полагаю, что сегодня в руках медиков, ваших коллег, наверное, серьезный арсенал методик и средств, которые быстро и абсолютно точно подтверждают диагноз туберкулеза. Основным методом диагностики туберкулеза является рентгенофлюорографический метод. То есть, прохождение флюорографии для населения. А для уточнения диагноза – это рентгенография органов грудной клетки, которая позволяет выявить на ранних стадиях заболевания и выявить ту форму, которой заболел человек. Вторым методом обнаружения туберкулеза является бактериологический метод. Это исследование биологических выделений у человека, в частности, мокроты, изучение этой мокроты, исследование на обнаружение микобактерий туберкулеза. Татьяна Алексеевна, ну вот все мы в детстве, и вы, и я, и многие наши сограждане, все-таки проходили этап прививки от туберкулеза. Я хотела бы спросить, насколько она эффективна, и в каком возрасте прекращает действовать, и есть вероятность заразиться? Это живая вакцина, поэтому она защищает от развития распространенных форм туберкулеза. То есть, если даже ребенок завакцинирован в родильном доме, то он впоследствии может заболеть туберкулезом. Но если вакцинированный ребенок заболевает туберкулезом, то он более неосложненные формы, да, не распространенные формы, особенно защищает от таких заболеваний, как проявление туберкулезной инфекции, как туберкулезный менингит, это страшное заболевание для ребенка, которое может закончиться смертельным исходом. Вот, и генерализованные распространенные процессы. Вот от этих форм он защищает. И дети вакцинированы, они заболевают где-то 8-10 раз меньше туберкулезом, чем не вакцинированы. К сожалению, эта прививка не постоянная, то есть она не на всю жизнь делается, как при других инфекциях. Вакцинация, вакцинальный процесс, держится где-то защита его до 5-7 лет, не больше. Поэтому у нас проводится ревакцинация БЦЖ в 7-летнем возрасте. В 6-7 лет проводится снова ревакцинация детям, которые не инфицированы. То есть у них реакция МОНТУ дала отрицательный результат. Это еще защита на 7 лет? Да, еще на 7 лет. В последнее время много пишут и говорят о туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью. Что это за состояние? Если человек заразился МЛУ, так называемым МЛУ-туберкулезом, то срок лечения у него удлиняется. И применяют другие препараты резервного, так называемого резервного ряда, которые, в общем-то, они достаточно эффективны, но переносятся очень сложно. Ну тогда вот смотрите, у ребенка туберкулеза абсолютно подтвержденный диагноз. Мне любопытно, как будет развиваться ход лечения и как скоро он сможет вернуться в привычную среду, в детский коллектив, в садик, школа? Если мы устанавливаем диагноз туберкулеза, то у нас все дети проводят лечение в условиях детского стационара в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Срок лечения, к сожалению, у нас зависит не к сожалению, а вообще зависит от диагноза ребенка. То есть от распространенности процесса. Малые, неосложненные формы туберкулеза, они у нас лечатся до 9 месяцев. Ну в нелегочной форме можем до 6 месяцев лечить, основной курс лечения проводят дети. Они проводят в стационаре где-то месяца 2-3, а потом переводятся в наши санатории, которые у нас есть даже для доушкольников и школьников. Более распространенные формы туберкулеза, тяжелые формы туберкулеза проводятся, к сожалению, дети у нас лечению до полутора-двух лет. Сергей Александрович, есть такое понятие сочетные болезни. Туберкулез и ВИЧ, они как-то идут в одной совершенно упряжке. Так ли это? Если нет, то просто разубедите меня. И если так, при осложнении ВИЧ можно как-то погасить туберкулез? Практически в 70% на поздних стадиях ВИЧ-инфекции развивается туберкулез. Поэтому если человек страдает ВИЧ-инфекцией, то он тоже подвергается ежегодному обследованию на туберкулез. То есть ему предлагают флюорографическое обследование, чтобы выявить туберкулез на ранних стадиях заболевания. И это вот о сочетании туберкулеза и ВИЧ, это еще одна из проблем, которая вот сейчас у нас имеется в наличии. Потому что человек попадает сразу на лечение от двух заболеваний. Нужно лечить и туберкулез, принимать препараты, 4-5 препаратов принимать одновременно. И он должен в то же самое время применять антиретровирусное, то есть лечение от ВИЧ-инфекции. Поэтому вот в данной ситуации курс лечения тоже длительный, очень сложный, но перспектива из лечения присутствует. Сергей Александрович, мне любопытно, проводятся какие-то методы дезинфицирующие, методы очистки жилых помещений, где был выявлен человек, носитель туберкулеза? И что происходит с его близкими, с теми, кто проживал с ним на одной территории, родные? Всех человек в семье в обязательном порядке обследует на туберкулез, всеми методами, какими возможны. Если в данном очаге находился бациллярный больной, то есть заразный больной, то есть подключается уже и служба Роспотребнадзора, проводится дезинфекция этого очага, и он берется под наблюдение. Татьяна Алексеевна, скажите мне, пожалуйста, что вот, я не знаю, по пунктам 1, 2, 3 должны знать родители, чтобы не допустить вот этого кошмара в жизни своего малыша? Первое, это ежегодная туберкулинодиагностика, которая у нас сейчас проводится с года до 7 с этого года, а с 8 до 17 лет проведение диаскин-теста, то есть именно на наличие патогенной заразной палочки в организме. Затем ежегодно проходить подросткам с 15-летнего возраста флюорографическое обследование раз в год обязательно. И еще важная роль, от кого наши дети заражаются? Конечно, от взрослых. Поэтому необходимо обязательно проводить всем взрослым флюорографическое обследование ежегодное, не отказываться от них. И если уж больной заболел, чтобы исключить заболевание туберкулезом у ребенка в семье, у детей в семье, необходимо изоляция этого больного и проведение ему хорошего, эффективного курса лечения. Ну вот с детьми понятно, Сергей Александрович, а что должны знать взрослые? Каким правилам должны следовать, чтобы избежать туберкулеза? Чтобы не заболеть туберкулезом, нужно делать все мероприятия, которые направлены на стабилизацию, на то, чтобы был нормальной защитной силой в организме. А это отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни, нормальное, адекватное питание. Вот такие нехитрые рекомендации помогут избежать такого грозного заболевания, как туберкулез. Спасибо, уважаемые доктора, за столь важный разговор. Но завершить его я хотела бы небольшой инфосправкой, чтобы еще раз напомнить нашим телезрителям о том, как можно обезопасить себя от туберкулеза. Основным источником заражения является больной человек. В каждой капле мокроты, выделяемой при кашле, содержится до 3 миллионов бацилл-возбудителей болезни. Кроме того, болезнетворные микробы могут попасть в организм при контакте с предметами обихода, которыми пользовался инфицированный. Риск заражения туберкулезом усиливается при стрессе, когда организм истощен и ослаблен, злоупотреблении спиртным, курении табака, неправильном питании, несоблюдении правил личной гигиены. Для профилактики туберкулеза нужно избегать перечисленных факторов и проветривать комнату или офис. Бациллы часто кроются в пыли. Избежать заражения помогает прежде всего вакцинация детей и подростков, которые обычно проводят в школах. У взрослых выявить туберкулез на ранних стадиях помогает слюорография. Проходить ее необходимо каждый год. Ну а сейчас время нашей традиционной рубрики «Это интересно». Здравствуйте! Думаю, что нет ни одного человека, который бы не испытывал стресс. Стресс является нормальным биологическим механизмом защиты организма, его подготовкой к противодействию возможной угрозе. Впервые это состояние было описано канадским физиологом Гансом Селье в 1936 году как адаптивный синдром. Какие же процессы происходят в подверженном стрессу организме? Итак, вначале на внешнее воздействие, даже не успев оценить его, организм отвечает беспокойством. Это состояние – следствие работы неподконтрольной нам вегетативной нервной системы, а точнее ее симпатического отдела. Он отвечает за увеличение зрачков, учащение сердцебиения, повышение артериального давления. Свою функцию вегетативная нервная система выполняет за доли секунды, а вот сохраняет эти изменения в организме эндокринная система, управляющая деятельностью органов с помощью гормонов. В данном случае – адреналина. Его воздействие длится от нескольких секунд до 10-15 минут. Такое состояние называется «сражайся или беги», поэтому в более быстрой эмоциональной разгрузке советуют выпустить пар каким-нибудь физическим упражнением, скажем, отжаться или пробежаться. Недолгий стресс носит положительный характер, поскольку мобилизует организм, а вот длительный стресс истощает защитные силы, что сказывается на нервной и иммунной системе. Верьте в себя и не сомневайтесь, все будет хорошо. То, что сон необходим нашему организму, это уже аксиома. Но, к сожалению, это жизненно важное состояние у некоторых людей переходит в полную противоположность и возникает бессонница. Как с ней справиться, подскажет наш фитнес-инструктор Алена Жук. Алена, привет! Здравствуйте, Софья Анатольевна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мне очень часто задают вопрос, можно ли сделать какие-то упражнения и избавиться от бессонницы. Конечно, можно! Такими упражнениями мы отвлекаемся от повседневных переживаний, мыслей, снимаем гипертонус мышц со всего организма в конце дня, и, конечно, у нас будет крепкий и здоровый сон. Давайте скорее начнем делать такие упражнения. Сперва мы должны подготовить дыхание. Садимся удобно, вытягиваем ноги вперед, тянемся макушкой вверх, выравниваем спину, делаем глубокий вдох и сейчас все внимание на дыхании. Выдох. Обязательно движение руками вдох, потянуться вверх. выдох, выдох, старайтесь вытягивать макушку, вдох, удлиняем дыхательный цикл, выдох и еще раз. Вдох, выдох, отлично! Теперь меняем следующее положение. Ложимся на спину, опускаем плечи на пол, прижимаем живот, сильнее втягивайте живот, руки вытягиваем вверх, вдох, кладем на пол наверх, выдох. Еще раз руки вверх, вдох и выдох, тянемся кистью к пяткам. Поднимаем ноги вверх, сначала одну, потом вторую. Хорошо, сгибаем колени и начинаем помогать себе руками. Поднимаем таз выше, 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 следите, чтобы шея была свободная, колени останавливаются на уровне лица и, помогая руками, очень медленно опускаем таз вниз. Выпрямляем колени, кладем одну ногу, сгибаем, стопу на пол, вторую ногу. Хорошо, и вставать мы будем с вами через бок. Сначала перевернитесь на бок и помогите себе противоположной рукой. А если вы хотите увидеть более расширенную версию нашего комплекса и позаниматься вместе с нами, а также увидеть еще много чего нового и интересного, заходите на наш сайт «Орин.Информ» в раздел «О здоровье». Спасибо вам за внимание. Ну, спасибо, Алена. Это действительно важно для нас всех, дорогие телезрители. Запомните этот комплекс и делайте его перед сном. Вы сразу почувствуете себя менее раздражительным, увеличится активность и трудоспособность. Ну, а наша программа – это всегда полезная информация, которую мы готовим для вас вместе с Оренбургским областным центром медицинской профилактики. Его специалисты всегда ответят на любой вопрос о здоровье и о том, как его приумножить. На сегодня все. Я прощаюсь с вами, чтобы ровно через неделю вновь сказать «Здравствуйте». Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...